Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такое замечательное платье. Рисуночек называется волны или зигзаг, то есть в принципе называют по-разному его. У меня размерчик платье где-то на возраст 1,5-2,5 года. Хочу вам дать еще размеры, чтобы вы ориентировались именно непосредственно на размеры по моей плотности вязания. У меня раппорт где-то приблизительно от верхней части состоит из 2,5 см ширины, то есть вот я по второму ряду меряю. Теперь же у меня обхват груди 20-26-27 см. Проймочка у меня 12 см, то есть вот даже я бы сказала 13 см. Теперь у меня ширина плечика от начала до самой непосредственной длины рукавчика 13 см. И я уже говорила, длина у меня от плеча до самого низа 50 см. Горловинка у меня обхват, я скажу вам позже при расчетах, чтобы вам было более понятно и подробно для своего расчета можно было рассчитать. Поэтому вот из таких расчетов мы будем вязать. Можно в принципе варьировать это платьечко от новорожденного до где-то лет 6-7. Вот, зависит от того, сколько раппортов изначально по горловинке вы начнете вывязывать. Я взяла изначально по 6 раппортов узорчика на рукавчике, на спинку и перед. Желательно рекомендую вам брать всегда четное количество раппортов на перед и спинку. Соответственно, на рукавчике вы можете взять как такое же количество, как перед и спинка, полуобхват груди. Либо же просто брать любое количество, даже пусть это будет нечетное, но только для того, чтобы было хорошо и удобно ручке, чтобы не резала пройма. Вот, теперь, что касательно, почему четное количество, чтобы вот эта застежка была ровно посерединке. Если вы возьмете, к примеру, по 7 раппортов или по 5 на спинку и на перед, то, соответственно, у вас по диагонали будет застежка. Я вязала на возраст где-то девочки 2 годика. Вот, у меня ушло 2 полных моточка. Но, так как я вязала его не слишком длинный, то есть у меня всего платьюшка от плечевого, скажем так, скоса до полного размера платьюшка 50 сантиметров. И я немножечко вязала буквально 6 последних рядочков, сделала белой ниточкой. То есть, хотите, если однотонная, то у вас уйдет 2 моточка. Если же, допустим, 2-3 цветная, какое-то полосатая, то вы уже, исходя из этого, рассчитываете на то, что платьечко где-то приблизительно 200 грамм, вот, из этого и, ну, как бы, варьируете свои цвета. Вот, я сказала по поводу черного количества и хочу рассказать вам, как сделать меньше, либо больше, именно по моему примеру, как я буду вязать. То есть, по 6 рапортов на спинку перед и рукавчики. Вы просто либо берете эту же ниточку, но меньше крючок, соответственно, у вас получается на где-то размер до года. Если возьмете толще ниточку, толще крючок, то там вообще получается около 5-6 лет, 100% у вас получится. И если вы также, по моему примеру, сделаете кокеточку начала, где мы будем переходить на вывязывание именно планочки и переход к обхвату груди, если вы сделаете буквально на несколько рядочков шире, то у вас также получится размер больше. То есть, если вы добавите в начале расширения пакеточки не 12 рядов свяжете, а, к примеру, 14-15, то у вас размер уже получится на 4 где-то годика, ну, там, на 3-4, то есть, соответственно, больше. И, конечно же, не забывайте то, что размер платьюшка, я брала 50 см до колен, если буквы давала ребенка, то это где-то 54-55 см. Здесь же вы уже смотрите, исходя от ребеночка и длины, которой вы хотите. То есть, вы измеряете длину от плеча до желаемой длины ниже попы, то есть, вы уже измеряете либо это по колено, либо ниже. Вот, и тогда смотрите, какой длины вы хотите. И точно так же варьируйте ширину, то есть, насколько вы хотите широкая. Можно сделать а-ля такого вот платьичка Лапугачева, то есть, такое вот можно сделать коротенькое, широкенькое. Можно сделать более приталенное и удлиненное, то есть, опять же, все зависит от вашего вкуса. Украсить можно платьичко бусинками, различными ленточками. У меня сзади сделана планочка, вот, по виду, вот, горловиночки, вида такого вот обвязывания. И я сделала три пуговички. Пуговички можно сделать две маленькие, три большие, три маленькие. То есть, уже, конечно же, все зависит от вашего размера платьюшка и от желания, фантазии. Вот, я надеюсь, что вам нравится. Поэтому, конечно же, кто хочет, присоединяйтесь. Вяжем с вами вместе. Для вязания я буду использовать пряжу перья Катон Лайф. Это полухлопок полувискоза. Довольно-таки приятная ниточка на ощупь. Люблю ее в работе. 425 метров в 100 граммах здесь. Вот. Для тех, кто хочет более подробное видео посмотреть об этой пряже, я оставлю ссылочку в описании. Смотрите ниже. Крючком буду вязать номер 3. Также нам понадобятся ножнички. Сантиметр для измерения окружности, длины платьичка и так далее. То есть, вы уже по ходу работы будете смотреть, что вам нужно будет измерять. И также нам понадобится 2-3, а может даже 4 пуговички. Но пуговички предварительно можете не подготавливать. То есть, вы возьмите пряжу, которую будете вязать. Для тех, кто будет использовать Ниперию, я вам расскажу, как сделать расчет. Вот. Поэтому просто подготовьте пряжу. А затем уже на готовом платьичке вы сможете подобрать и купить любые пуговички на ваше усмотрение, по вашему желанию. И также готовите пряжу любого цвета. Можете комбинировать 2-3 цвета. То есть, чередовать полосочками какие-то обвязочки, ажурчики. То есть, в принципе, можете использовать любые цвета. Потом начнем мы вязание с вот такой замечательной кокеточки. Затем плавная кокетка переходит в юбочку. Поэтому мы первоначально должны рассчитать, сколько нам набрать по кругу петелек. Цепочку из воздушных петелек, из которой потом будем делать расширение на кокеточку. Так как возраст абсолютно разный у детей. То есть, может это вы хотите связать на ребеночка новорожденного 3 месяца для крести. Вот так и сможете связать потом по такому небольшому образцу на годик, 2-3 и так далее. То есть, я думаю, что такую модельку, в принципе, можно для ребеночка даже 7 лет вязать. Ну, то есть, вот приблизительно, чтобы вы ориентировались от 0 месяцев до 7 лет. То есть, здесь вы уже будете смотреть на свое усмотрение, то есть, исходя из толщины вашей пряжи, исходя от крючка. То есть, опять же, плотность вашего вязания. Вот, я вам сейчас расскажу в общих чертах, как можно смело сделать расчет. А затем приступим к самому вязанию. Какого-то, скажем, закономерного расчета так такового нет. Используют каждая мастерица именно по своему методу, своему опыту. Я вам расскажу, как, в принципе, вычислить такой, я бы сказала, средний, беспроигрышный вариант. Вот, вы берете окружность шеи ребенка. То есть, допустим, она у вас, к примеру, ну, 29 сантиметров в среднем возьмем. Может, допустим, быть 22, 26, 45 и так далее. В общем, все зависит от ребенка. Вот, теперь мы берем окружность шеи, прибавляем где-то приблизительно 3-5 сантиметров. То есть, почему 3-5? Почему такая разница? В среднем берут 3 сантиметра. Но, может, кто-то, допустим, если вы возьмете шею ребенка, вот, и, к примеру, плечики. Конечно, с меня художник никакой, но в целом, я думаю, что вы понимаете. И насколько низко вы хотите, чтобы был откат именно плечевой. То есть, смотрите, допустим, вы хотите кокетку вот такого размера. То есть, чтобы у вас, к примеру, косточки были видны. Кто-то хочет поближе к шее, допустим, кокетку отсюда начинать. Кто-то хочет вообще под самое горлышко, то есть, там где-то максимум добавляется к окружности шеи 2 сантиметра. Вот. Ну, смотрите, то есть, в зависимости от того, насколько вы хотите низко, вы добавляете к окружности шеи сантиметры. Ну, допустим, вы хотите добавить 3 сантиметра. Ну, в целом, я беру среднее. То есть, 29 плюс 3 сантиметра вы имеете 32 сантиметра. То есть, вам нужно набрать цепочку из воздушных петель 32 сантиметра длиной. Вот так вот. Это как бы такой среднестатистический расчет, у кого нет деток. То есть, если вы, допустим, бабушка и знаете только окружность шеи ребенка. Для тех, у кого ребенок под рукой, вы можете взять обычный кусок ниточки. И именно ниточку приложить к месту, насколько вы хотите низко иметь вырез платьичка. То есть, допустим, вы хотите ниже косточек. Вы прикладываете ниточку и по спинке проводите ниточку с другой стороны. И измеряете именно окружность, ту, которую хотите вы измеряя. То есть, насколько она должна быть глубокой. И затем разворачиваете эту ниточку, приставляете к сантиметру, либо к метрику. И измеряете, сколько сантиметров у вас получилось при измерении ниточкой. То есть, вы ниточку длину измеряете по сантиметрам. Затем набираете цепочку из воздушных петель, сколько у вас получилось. И имеете вот такую вот длину, скажем так, или окружность глубины шеи, которую хотите вы набрать первоначально. То есть, откуда у вас начинается платьичка. И вот, исходя из вот такой вот таблички, вам нужно набрать 32 сантиметра, если у вас окружность ребенка 29 сантиметров. Либо, к примеру, вы берете, допустим, 30 сантиметров у ребенка окружность шеи, вы добавляете 3 сантиметра в целом, значит 33 сантиметра. Хотите, к примеру, добавить к окружности шеи, допустим, 5 сантиметров вместо 3, значит 35 сантиметров набираете сантиметров цепочку из воздушных петель. Допустим, у меня окружность шеи 32 сантиметра. Вот я беру ниточку, делаю первоначальную закрепительную петельку крючком и набираю воздушные петельки, цепочку вот такую самую-самую обычную, 32 сантиметра. То есть, если мы прикладем воздушные петельки к линейке, мы будем иметь 32 сантиметра в длину. Набрали цепочку воздушных петелек, я не знаю, сколько их здесь находится, но неважно от количества, мы прикладываем к линейке или к сантиметру нашу цепочку, не растягивая, то есть, просто вот как она есть, прикладываем от нуля, где-то отступите начальную петельку, чтобы было не именно вот притык начала, а вот именно где-то со второй начиная петельки, так как первая петля у нас закрепительная, она не считается. И вот начиная где-то со второй петельки прикладываете 32 сантиметра. Это мое число. Вы, допустим, собирались набрать 29, значит набираете 29. Кто-то 45, значит 45. То есть, набрали цепочку, которая нам нужна по окружности. Если вы сложите вот так и оденете на ребенка, то есть, примеряете, то у вас вот как раз-таки должно получиться то, скажем так, расстояние, как вы ложили ниточку. Либо же просто на глаз. Вы понимаете, что еще будут пуговички на планке, поэтому, в принципе, через голову это отверстие не должно как-то проходить. То есть, это не шапка, а еще будет застежечка. И теперь смотрите. Независимо от того количества, которое вы набрали для цепочки, мы набираем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И в четвертую петельку от крючка. 1, 2, 3, 4. То есть, петелька на крючке не считается. Делаем столбик с одним накидом. Четвертую петлю от крючка. Затем делаем накид. И в следующую петельку делаем столбик с одним накидом. Для тех, кто не знает, как набирать воздушные петли, столбики с накидом вязать и так далее, вы начальные уроки, пожалуйста, посмотрите. Для того, чтобы я не зацикливала на этом и не заостряла свое внимание при не такой четкой камере, которая моя является. Итак, в общем, смотрите. Мы в каждую петельку воздушной цепочки должны связать по столбику с одним накидом. То есть, независимо от того количества, которое у вас изначально было, вы делаете 3 воздушные петли подъема, затем накид, и в четвертую петельку от крючка вяжем столбик с одним накидом. Затем в каждую из петелек воздушной цепочки мы вяжем по одному столбику с одним накидом до конца ряда. Не считая последней петельки, первой набранной закрепительной петельки, которую мы набирали в воздушной цепочке. Итак, вяжем по столбику с одним накидом каждую петельку воздушной цепочки в первом ряду. Я связала в каждую из петелек воздушной цепочки по столбику с одним накидом. Первый ряд окончен. Теперь второй ряд. От второго ряда у нас будет зависеть, сколько уйдет сантиметров и раппортом на перед, спинку и на рукавчики. Теперь смотрите. Нам нужно в конце каждого ряда, каждого абсолютно ряда, делать три воздушные петли подъема, которые у нас будут заменять один столбик с одним накидом. И одна воздушная петля уже из рисунка. То есть в каждом ряду, в конце провязывания ряда у нас будет три петли подъема и одна воздушная петля уже раппорта узора. Четыре воздушные петли, которые будут нас преследовать от начала до конца. Теперь смотрите. Так как мы набрали уже петлю узора, мы пропускаем следующую петлю после цепочки вот этих вот воздушных петелек подъема. Следующую петлю мы пропускаем и через одну получается вяжем в эту петельку, делаем накид и вяжем столбик с одним накидом. То есть смотрите, воздушная петля нам заменила первый столбик. То есть второй столбик по счету, если отчитывать от трех воздушных петель подъема. Теперь смотрите. Вяжем две воздушные петли. 1, 2. И не пропуская ни одного столбика, в следующую петлю вяжем столбик с одним накидом. То есть вот такие две арочки у нас получаются. Теперь вяжем одну воздушную петлю и пропускаем снизу две петли. 1, 2. В третью петлю вяжем столбик с одним накидом. Теперь делаем две воздушные петли. 1, 2. И не пропуская ни одной петли, в следующий столбик делаем столбик с одним накидом. Теперь одна воздушная петля. Пропускаем две петли снизу в третью петлю. Делаем столбик с одним накидом. Чтобы вам проще было запомнить, сверху мы чередуем одна воздушная петля, две воздушные петли, 1 воздушная петля, 2 воздушные петли, 1 воздушная петля, 2 воздушные петли. И снизу точно так же, но в противоположном направлении. То есть смотрите, там, где у нас 2 воздушные петли сверху, снизу мы не пропускаем ни одной петли, то есть соседний столбик вяжем, столбик с накидом. А там, где 1 воздушная петля сверху, снизу 2 столбика пропускаем, то есть 2 петли пропускаем. Сверху 2, снизу не 1, сверху 1, снизу 2. То есть смотрите, как бы по факту мы должны были там, где 2 воздушные петли сверху пропускать через 1 столбик. Но вот такие вот арочки мы делаем для того, чтобы расширить. То есть мы благодаря тому, что не пропускаем снизу столбик, мы как бы делаем расширение такое вот. И теперь снова, смотрите, мы связали 1 столбик после 1 воздушной петли, значит сейчас 2 воздушные петли, столбик рядом. 1 воздушная петля, столбик через 2 петли снизу, в третью петлю. 2 воздушные петли, не пропускаем ни одной петли, делаем столбик. 1 воздушная петля, в третью петлю. 2 воздушные петли, не пропускаем ни один столбик, ни одну петлю. 1 воздушная петля, вяжем в третью петлю. 2 воздушные петли, не пропускаем, вяжем столбик в соседнюю петлю снизу, 1 воздушная петля в третью петлю снизу, 2 воздушные петли, не пропускаем столбик в соседнюю петлю, вяжем столбик. То есть смотрите, что у нас получается. У нас получается по факту, если вы присмотритесь, закрываете пальчиком 3 воздушные петли подъема и идет у вас вот такой вот треугольничек вверх уголочками. То есть вот он у вас треугольничек. Это первая арочка. Затем закрываете первую арочку, мы сразу видим вторую арочку. Две воздушные петли сверху и вниз идут уголочек треугольничка. Закрываете его пальчиком. У вас получается сверху 2 воздушные петли и вниз идет уголочком треугольничек. Третья арочка. Далее 2 воздушные петли вниз уголочком идут 2 столбика. Четвертая арочка. И вот если вы отличите арочку вверх 2 воздушные петли от низа 2 воздушные петли, то вы четко будете видеть вот такие вот треугольнички вверх ногами. То есть у вас получается как бы уголки 2 сверху, 1 снизу. Вот такие вот арочки. Вот такими арочками мы будем должны до конца связать этого ряда. То есть смотрите, мы чередуем сверху 2 воздушные петли. Значит снизу не пропускаем никакие петельки. Если одну вяжем, то пропускаем 2 петли, в третью вяжем столбик. Связали столбик через 2 нижние петли в третью, значит сверху у вас 2 воздушные петли. Вяжем соседнюю столбик. Для тех, кому непонятно на слух, я предлагаю прописывать каждый ряд. Таковой схемы нет, поэтому я буду от слова худохудожник в общем рисовать. Смотрите, у вас была цепочка из воздушных петелек. Вот эти кружочки это воздушные петельки. С каждой петельки воздушной мы с вами связали по столбику с накидом. Делали 3 петли подъема и вязали в каждую из воздушных петелек по столбику с одним накидом. Это связан был первый ряд. Далее мы связали с вами 3 петли подъема и поднялись на один ряд выше. Для того, чтобы перейти на рисунок, мы набирали 4 воздушную петлю. То есть 3 петли подъема, 4 воздушную петлю. Пропускали 1 столбик в первом ряду и во втором ряду мы уже вязали над вторым столбиком столбик с одним накидом. Далее вязали 2 воздушные петли и в соседний столбик вязали столбик с одним накидом, не пропуская ни одного столбика снизу. Далее вязали 1 воздушную петлю и пропускали 2 столбика снизу, 3 вязали столбик с одним накидом. Далее вязали 2 воздушные петли и не пропуская столбика в следующий столбик вязали столбик с одним накидом. Далее вязали 1 воздушную петлю и пропустив 2 столбика снизу, 3 вязали столбик с накидом. То есть, если вы присмотритесь, у вас получаются вот такие вот арочки, между которыми 2 воздушные петли. А там, где одна воздушная петля, переход на следующую арочку. То есть, и так далее. Вы вязали до конца, то есть, нам нужно связать до конца второго ряда вот такие вот арочки, между которыми 2 воздушные петли. А между вот этими арочками 1 воздушная петля. Вот и продолжаем вязать 2 воздушные петли, 1 воздушная петля, 2 воздушные петли, 1 воздушная петля. Там, где 1 воздушная петля, вяжем в третью петлю снизу. Там, где 2 воздушные петли, не пропуская, в следующий столбик вяжем столбик с одним накидом. И вот почти я довязала второй ряд. Перед тем, как заканчивать до конца второй ряд, я хочу вам немножечко рассказать принцип кокеточки. И почему я вам говорила, что от второго ряда зависит, в принципе, все распределение. Смотрите, не довязав второй ряд, я пока привытянула петельку и оставила с левой стороны краешек ниточки. Смотрите, вот у нас вот эти вот арочки, треугольнички, перевернутые вверх двумя уголками. Вот она первая арочка, вторая, третья, четвертая, пятая. То есть, смотрите, там, где снизу не пропущенные петельки, то есть соседние столбики связаны, вот это и есть наши арочки в начале. То есть, смотрите, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Вам нужно их увидеть. То есть, для того, чтобы сейчас посчитать правильно узорчик наш, вам нужно увидеть вот эти арочки. Итак, я начинаю считать. Первая арочка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая, девятнадцатая, двадцатая, двадцатая, двадцать первая, двадцать вторая, двадцать третья, двадцать четвертая. У вас получилось, возможно, 21, 26, 32, то есть уже зависит от толщины вашей ниточки и от размера крючка, то есть насколько он большой, либо маленький. Возможно, у вас получилось наоборот 16, 17, то есть до 20. Смотрите, для того, чтобы правильно посчитать и распределить наши арочки на спинку, перед и рукавчики, нам нужно общее количество арочек, связанных во втором ряду, то есть вот этих треугольничков, чтобы число делилось на 4. То есть смотрите, 20, 24, 28, 32, 36, то есть это те числа, которые делятся на 4. Меньше 20 я не рекомендую, чтобы у вас было арочек, значит наберите первоначально немножечко больше петель, либо пропускайте не 2 петли снизу, а, к примеру, в некоторых местах по одной петле. То есть делайте не, скажем так, не менее 20 арочек. Почему не менее? Потому что для новорожденного даже ребеночка, то есть если вы делаете платьичко на Кристины, то в принципе не может быть меньше, чем 20 вот таких арочек, для того, чтобы помещалась хорошо удобная ручка, для того, чтобы не было узкое в талии, в груди платьичко. Поэтому не менее 20 проверено на себе. То есть я уже как бы вязала это платьичко, поэтому у тех, у кого получилось 16 арочек, исправьте их хотя бы на 20. То есть добавляете в промежутке, пропускаете снизу не 2 петли, а допустим 1, через 1, в некоторых местах. Опять же, сильно часто и густо населенные арочки я тоже не рекомендую вам делать. То есть если, к примеру, у вас 16, то добавьте одну где-то здесь, вторую здесь, третью здесь и четвертую арочку здесь. То есть распределите их равномерно по всей длине окружности вашего платьичка. Почему? Потому что у вас как бы когда будет расширение красивое, оно получится не веерочком, а такими вот волнами. Оно вам не нужно абсолютно, поэтому распределяйте как можно равномернее. И теперь смотрите, мне как бы повезло, честно говоря, потому что я, скажем, набрала воздушную цепочку буквально на 2 петли длиннее, чем 32 см. Поэтому, видимо, у меня как раз таки вместилось 24, исходя из моей толщины ниточки и крючка. То есть если у вас, к примеру, получилось 26, то, соответственно, добавляете еще 2 веерка по ходу вязания, то есть чтобы было 28, опять же, чтобы делилось на 4. У вас должно делиться на 4 наперед одна часть, вторая спинка, третья рукавчик левый, четвертая рукавчик правый. То есть на 4 равные части. Получается 24 делим на 4, по 6 веерочков, не веерочков, простите, арочек, у меня будет перед спинка, рукавчики, по 6 веерочков. У вас, возможно, по 7, по 5 это самое минимальное число, которое у вас должно быть. То есть исходя из толщины ниточки, если у вас толщина ниточка, у вас, возможно, будет по 5, но ни в коем случае не по 4, это очень мало. Как мы заканчиваем ряд второй? Смотрите, я сделала 1 воздушную петельку, так как у меня здесь было 2, сейчас я прочередовала 1. Делаю накид и делаю соединительный столбик, не считая того, что у меня здесь 3 я пропущу петельки, не 2, а 3. Я делаю в третью петлю подъема за 2 стеночки петли 1 столбик с накидом, не цепочку, а в цепочку из воздушных петель предыдущего ряда подъема. Вот она у нас. Я делаю столбик с одним накидом. То есть как бы я завершаю ряд воздушной петлей и столбик с накидом. Вот эта воздушная петля и столбик с накидом будут в конце абсолютно каждого ряда. Начало ряда у нас начинается 3 воздушными петлями подъема и воздушная петля для узора. И переходим на третий ряд. Теперь у нас получаются фактически арочки, которые поделились на число 4. Вот находим каждую из этих арочек, то есть 2 столбика с накидом, между ними 2 воздушные петли. Это первая арочка. Делаем накид и в нее ныряем просто под цепочку из 2 воздушных петелек. Вот она. Ныряем и делаем 2 столбика с одним накидом сюда. Связали 2 столбика с одним накидом, делаем 2 воздушные петли. Накид и сюда же в арочку вяжем 2 столбика с одним накидом. То есть получается в арочку предыдущего связанного ряда в этом ряду мы связали 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика. То есть как бы делаем расширение. Воздушная петля. И переходим к следующей арочке. Находим вторую арочку, там где 2 столбика, между ними 2 воздушные петли. Делаем накид и под эту арочку повторяем такой же раппорт. 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли. Сюда же возвращаемся 2 столбика с одним накидом. Провязали во вторую арочку. Такой же точно узорчик. 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика. Вторая арочка, 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика. Так делаем с каждой абсолютно арочкой в этом ряду. У меня их 24. То есть 24 раза мне нужно сделать вот так. Между арочками у нас просто воздушная петля. Переходим к третьей арочке. Вяжем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли. И сюда же 2 столбика довязываем с одним накидом. То есть фактически 4 столбика между первыми и двумя вторыми, 2 воздушные петли. Между арочками 1 воздушная петля. То есть между орнаментами арочек у нас всегда будет 1 воздушная петля. Теперь снова переходим к четвертой уже арочке. Вяжем 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика. В пятую переходим воздушной одной петлей. И вяжем в пятую точно так же. 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика. Так вяжем до конца ряда. Для тех, кто смотрит по схеме, у нас точно так же все. Поднялись на 3 воздушные петли. Ряд у нас закончился воздушной петлей. И столбиком с накидом мы поднялись на 3 воздушные петли подъема. Четвертая петля у нас уже переход на рисунок. Затем мы находим первую арочку. Вот она из 2 воздушных петелек. 2 столбика. Мы переходим к ней воздушной петлей. И вяжем уже 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика. Делаем воздушную петлю и переходим ко второй арочке. Вяжем 2 столбика, 2 воздушные петли и 2 столбика. Это все в арочку из 2 воздушных петель. Между арочками из 2 воздушных петель у нас добавляется в арочку по столбику. То есть уже не 2 столбика между ними, 2 воздушные петли, а 2 столбика с одной стороны и 2 столбика с другой стороны. И как вы видите, в предыдущем ряду у нас была между арочками воздушная петля, так она и переносится в следующий ряд. И из ряда в ряд у нас будет отделять арочки 1 воздушная петля. Точно так же, как и после подъема 3 воздушных петелек, будет воздушная петля между... Опять же считаем, что здесь конец арочки. Вот она воздушная петля, точно такая же, как и здесь. И после окончания ряда мы всегда будем делать 1 воздушную петлю, как бы отделив арочку, и довязывать столбиком с накидом. Это для тех, кто вяжет по схеме. Такая, конечно, корявая схема, но я думаю, что объяснение вполне доступное, так как это очень легкая модель. В общем, вяжем до конца ряда. Из двух столбиков 2 воздушные петли уже 4 столбика между двумя первыми и двумя вторыми 2 воздушные петли. Вот так это выглядит на практике. Теперь мы переход делаем в конце ряда, довязав вот здесь вот. Я не буду довязывать до конца, я буду вязать только вот эти 4 первые арочки. Потому что, в принципе, я не имею смысла повторяться, вот мы довязываем ряд воздушной петлей и столбика с одним накидом. Я это сделаю здесь вот в конце, можно так сказать, в начале следующей арочки, но это у нас будет как бы конец. Я буду показывать только вот эти 4 рапорта. Итак, завершили мы воздушной петлей столбиком с одним накидом. Делаем подъем 3 воздушные петли и воздушная петля для перехода в рисуночек и разворачиваем вязание на 4 ряд. В 4 ряд мы снова находим наши арочки. Вот они уже четко видны, отделены двумя столбиками с одной стороны и двумя столбиками с другой стороны. И подхватываем вот эту воздушную цепочку из двух петелек, вот эту вот арочку. Делаем накид и уже в эту арочку вяжем 3 столбика с одним накидом. 1 столбик, 2 и 3. 2 воздушные петли сюда же вяжем еще 3 столбика с одним накидом. 1 столбик, 2 столбик и 3. Теперь делаем воздушную петлю и переходим к следующей арочке. Под следующую арочку из двух воздушных петелек между двумя столбиками первыми и вторыми вяжем то же самое. 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом, как и в первый раз. То есть я вяжу уже четвертый ряд. Я еще раз повторюсь для тех, кто не понял. Я продолжаю вязать не доходя до конца ряда. То есть как бы по факту вы вяжете то количество арочек, которое у вас в ряду. Я буду вязать укороченным способом. Итак, мы связали 2 раза по 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика. То есть фактически у нас уже в арочке 6 столбиков между тремя первыми и тремя вторыми 2 воздушные петли. То есть как бы идет расширение. Сначала было 2 столбика, затем 4, теперь 6. Между ними ровно посерединке по 2 воздушные петли неизменно. Между арочками у нас, как всегда, 1 воздушная петля, переходим к 3 арочке. 3 столбика с одним накидом. Буду немножечко оговариваться, потому что думаю параллельно, что вам говорить. Теперь 2 воздушные петли и в эту же арочку вяжем 3 столбика с одним накидом. 1 столбик, 2 и 3. Связали 3 арочку. Между арочками воздушная петля. Переходим к 4 арочке. И она у меня будет последняя. 3 столбика с одним накидом. 1 столбик под арочку. 2, 3. 2 воздушные петли. И сюда же возвращаемся, вяжем под арочку. 1 столбик, 2 и 3. Вы вяжете до самого-самого конца 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика. Между арочками 1 воздушная петля. Снова повторяем. 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика, 1 воздушная петля. То есть идем на расширение. Конец ряда. Мы заканчиваем воздушная петля, накид и третья петля подъема. Находим ее. Вяжем в нее столбик с одним накидом. Вот так мы будем завершать ряд. 3 воздушные петли подъема. Четвертая для рисунка. То есть 4 воздушные петли подъема поворачиваем на следующий ряд. Для тех, кто не понял, как мы связали четвертый ряд, мы уже в эту арочку из 2 воздушных петелек, здесь у нас закончится ряд столбиком с одним накидом воздушная петля. Я просто дорисовала уже. И из арочки, где 2 воздушные петли, мы уже вяжем по 3 столбика, 2 воздушные петли, сюда же 3 столбика. То есть там, где было 2, сейчас 3 столбика. Воздушная петля. И снова 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика в эти 2 воздушные петли предыдущего ряда. Теперь воздушная петля и столбик с одним накидом. То есть фактически, в принципе, у нас везде 3 воздушные петли заменяют столбик с одним накидом. То есть там, где столбик с одним накидом, мы вяжем в конце ряда. 3 воздушные петли подъема делаем в начале ряда. То есть 3 петли воздушные подъема и 4 петля узора. Вот эта, которая между арочками. То есть, смотрите, было 2. Теперь по 2 уже в каждую сторону, по 3 в каждую сторону. И неизменным остается между арочками воздушная петля и 2 воздушные петли между столбиками, которые будут увеличиваться. Мы неизменно делаем 2 воздушные петли, как бы нашу арочку из 2 воздушных петель, куда мы будем делать прибавления в очередном ряду. То есть вяжем так до конца ряда и переходим на 5 ряд. То есть сейчас мы связали с вами 4. Переходим на 5 ряд. 4 воздушные петли подъема сделали, повернули. И теперь находим вот эту нашу арочку. Нам снова нужно сделать прибавление. Но если мы будем вязать 4 столбика вместо, скажем, 3, то есть как мы с вами добавляли по одному столбику в арочку, то это будет грубо. 4 столбика, 2 воздушные петли, 4 столбика. Это очень грубо. Поэтому мы близ прилежащую петельку, вот она, к арочке, с одной стороны и с другой стороны, и мы будем вязать сюда первый столбик над столбиком предыдущего ряда. Столбик с одним накидом в этом ряду. Затем делаем накид по арочку. Повторяем 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика, то есть узор 4 ряда. 2 воздушные петли. И сюда же возвращаемся под арочку 3 столбика. 1 столбик, 2 и 3. Делаем накид и близ прилежащей к арочке находим петельку. Вяжем сюда столбик с одним накидом. То есть смотрите, что у нас получается. Для того, чтобы не вязать в арочку 4 столбика, 2 воздушные петли и 4 столбика, мы этот столбик пододвигаем в близ прилежащие петли к арочке. То есть по факту у нас было в первом ряду столбики просто с накидом, во втором ряду арочка из двух столбиков 2 воздушные петли, затем уже по 2 столбика с каждой стороны 2 воздушные петли между ними, по 3 столбика 2 воздушные петли между ними. И чтобы не увеличивать 4 столбика, не делать такую вот волну, как бы равномерное увеличение делать, мы вяжем также по 3 столбика с накидом в арочку, но при этом подвигаем на 1 столбик с одной стороны, на другой столбик с другой стороны. мы уже подвигаем на близ прилежащие петли от арочки. Также продолжаем делать между арочками воздушную петлю и переходим к следующей. Находим первую близ прилежащую петельку к арочке и вяжем столбик с одним накидом. Затем в арочку вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. 2 воздушные петли и возвращаемся в эту же арочку, вяжем еще 3 столбика. 1 столбик, 2 и 3. И в близ прилежащую петельку вяжем 4 столбик с левой стороны. То есть с правой 4 столбика и с левой стороны 4 столбика. Затем переходим воздушной петлей одной. Уже получается к третьей арочке. В близ прилежащую с правой стороны петельку находим от арочки, вяжем столбик с накидом. Далее в арочку вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Теперь 2 воздушные петли и сюда же возвращаемся, вяжем первый столбик, второй и третий. Далее вяжем в первую близ прилежащую с левой стороны петельку столбик с одним накидом. То есть 4 столбик с другой стороны. Воздушная петля и приступаем к следующей арочке. В близ прилежащую с правой стороны петельку вяжем столбик с одним накидом. Далее в арочку вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. И снова возвращаемся сюда же, вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И в близ прилежащую с левой стороны петельку вяжем столбик с одним накидом. Заканчиваем ряд воздушной петлей и в третью петлю подъема вот этой цепочки вяжем столбик с одним накидом. Вот так заканчиваем ряд. Теперь для тех, кто вяжет по схеме, я вам хочу показать, что мы сделали. Мы взяли близ прилежащую к арочке петельку, над, получается, третьим столбиком связали столбик, в эту арочку связали 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика. И над столбиком предыдущего ряда близ прилежащему к арочке связали столбик. То есть, уже получается таким образом 4 столбика с каждой стороны. Было 2, 3, теперь 4. Воздушная петля между арочками. И снова в близ прилежащую с правой стороны мы вяжем столбик. Далее вяжем в арочку 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. И на близ прилежащую с левой стороны петельку вяжем столбик с одним накидом. То есть, мы увеличили снова наши столбики. Закончили ряд воздушной петлей и столбиком с одним накидом в третью петлю подъема. Далее вяжем 3 петли подъема, 4 петля для узора. И находим снова, получается, уже мы начинаем от начала 1, 2, 3, 4, 5, 6 ряд. Это 6 ряд. Я немножечко так вам в общих чертах здесь от слова худо набросала. Чтобы было удобно, я решила каждый раз не рисовать, не писать. А так, чтобы было вам понятно, я вот накидала здесь такой вот небольшой вот схемку. Смотрите, мы начинали со столбиков, далее поделили на арочки и вот с каждой арочки мы имеем расширение. Сначала мы начали с одного столбика, с одной стороны, с другой стороны. Затем по 2 столбика с каждой стороны. Затем по 3 столбика в четвертом ряду. В пятом ряду мы сейчас вязали по столбику и в арочку вязали по 3 столбика, то есть уже на 4. Сейчас мы как бы свяжем, получается, в шестом ряду от начала вязания мы свяжем тоже по 4 столбика с каждой стороны от 2 воздушных петель. Но мы подвинем уже снова на 1 столбик сюда вот от арочки. То есть мы будем вязать вот здесь вот в арочку будем вязать всего 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика, а близ прилежащие уже 2 петельки будем вязать по столбику с одной стороны и с другой стороны. Я надеюсь, что я понятно объясняю. Вот. Делаем воздушную петлю и в близ прилежащую первую и вторую петельку от арочки вяжем по столбику с одним накидом. Во вторую петлю от арочки столбик и в первую петлю от арочки столбик. То есть фактически мы перенесли с арочки столбики в близ прилежащие петли. Делаем накид и в арочку вяжем 2 столбика, 2 воздушные петли и в арочку 2 столбика. В близ прилежащую с левой стороны петельку вяжем столбик с накидом и в следующую также столбик с накидом. Теперь делаем воздушную петлю. Делаем воздушную петлю, пропускаем 2 петли от воздушной петли следующей арочки. То есть смотрите, раз, два, находим третью петлю, в нее вяжем столбик с одним накидом. И в близ прилежащую от арочки следующую петлю вяжем столбик с одним накидом. То есть смотрите, хотите можете от низа отсчитывать вторую петлю, хотите можете от арочки близ прилежащую и следующую. То есть как вам удобно, так и отсчитывайте. Связали 2 столбика вблизь прилежащие с правой стороны к арочке петельки. Теперь в арочку вяжем 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика. И с левой стороны точно так же повторяем по столбику с накидом вблизь прилежащие 2 первые петельки. Первая петля и во вторую петлю по столбику с одним накидом. Таким образом у нас идет еще большее расширение. Между арочками воздушная петля неизменно. Далее отсчитываем вторую петельку и в третью теперь уже вяжем столбик. Вблизь прилежащую от арочки вяжем второй столбик. То есть вот смотрите, близь прилежащие петли с правой стороны. Далее вяжем в арочку 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. Честно говоря, уже язык заплетается. Повторять одно и то же. И вблизь прилежащие уже с левой стороны вяжем по столбику в 2 петли. То есть в первую петлю слева вяжем столбик с накидом и во вторую петлю вяжем столбик с одним накидом. Воздушная петля между арочками снова. Близь прилежащие с правой стороны 2 петли вяжем по столбику с накидом. Во вторую петлю от арочки и в первую петлю от арочки. Далее в арочку вяжем 2 столбика, 2 воздушные петли. два столбика сюда же и вблизь прилежащие две петли с левой стороны вяжем по столбику с одним накидом 1 не второй вяжем до конца ряда чередуя арочки между арочками воздушная петля и заканчиваем ряд воздушная петля и третью петлю подъема предыдущего ряда вот она 3 петелька вяжем столбик с одним накидом так заканчиваем ряд вот она у нас идет уже такое веерное расширение и далее вяжем следующий ряд снова делаем 3 петли подъема и четвертую петлю воздушную для рисунка поворачиваем вязание теперь мы будем повторять в принципе предыдущий ряд но немножечко изменим то есть смотрите находим третью петлю либо вторую петлю от арочки либо третью петлю от начала вот этих вот столбиков то есть как вам удобно у нас всегда перед вязанием столбиков всегда будет вот здесь две петелечки то есть два столбика предыдущего ряда свободные будем вязать всегда в 3 то есть количество будет увеличиваться но всегда будем вязать третью петлю от начала вот этой вот арочки либо же отсчитывайте от самой арочки непосредственно 1 2 столбик ну то есть как вам удобно и так вяжем близ при лежащие две петли к арочке по столбику то есть как и в предыдущем ряду два столбика по столбику первую и вторую петлю от арочки далее делаем накид и в арочку вяжем три столбика с одним накидом 2 воздушные петли 3 столбика с одним накидом то есть в этом ряду как вы видите изменение всего лишь идет столбики которые вяжутся с одной и с другой стороны в арочку то есть мы вязали два столбика две воздушные петли два столбика сейчас мы вяжем три столбика две воздушные петли три столбика. И вблизь прилежащие уже с левой стороны два столбика вяжем по столбику с одним накидом в две подряд петли. Между арочками воздушная петля переходим к следующей. Вблизь прилежащие две петли вяжем по столбику. Первый столбик, второй. И в саму арочку вяжем три столбика с одним накидом, две воздушные петли, три столбика с одним накидом. Две воздушные петли между столбиками, которые будут постоянно увеличиваться. Один, два, три. И с левой стороны точно так же довязываем два столбика с одним накидом в первую петлю от арочки и во вторую петлю. Между арочками одна воздушная петля. Снова два столбика близ прилежащие петли вяжем к арочке. В арочку вяжем три столбика, две воздушные петли, три столбика. Увеличив тем самым уже на один столбик еще с каждой стороны. Один, два, три. Две воздушные петли и снова сюда же один, два, три. Затем близ прилежащие с левой стороны мы довязываем два столбика по столбику, первую во вторую петельку и между арочками воздушная петля. Снова два столбика по столбику в соседние петельки арочки и в арочку вяжем три столбика, две воздушные петли, две воздушные петли, три столбика. Две воздушные петли сделали и сюда же вернулись, связали три столбика. Далее вяжем два столбика по столбику в каждую петлю от арочки. Далее заканчиваем ряд воздушной петлей и в третью петлю подъема столбик с одним накидом. Вот так мы завершили следующий ряд. То есть, если мы посмотрим на схемку, вот он у нас получается. Смотрите, в близ прилежащие мы снесли два столбика в предыдущем ряду. В этом ряду мы точно так же над столбиком провязываем столбик, первый и второй от арочки, а в арочку уже вяжем три столбика с накидом, две воздушные петли, три столбика с одним накидом и довязываем с левой стороны точно так же два столбика в близ прилежащие две петли от арочки. То есть, точно так же все, в принципе, очень даже логично. Теперь мы будем немножечко по-другому увеличивать, но перед этим делаем три воздушные петли подъема и четвертую для рисуночка. Смотрите, о чем я вам говорила, нам нужно будет каждый раз отсчитывать две петли изначально. То есть, в начале ряда мы всегда будем в арочке, фактически все эти столбики у нас сделаны из одной арочки начальной. Поэтому, в принципе, будем считать, что вот это общая арка. Вот смотрите, на ней с одной стороны 1, 2, 3, 4, 5 столбиков, две воздушные петли и с другой стороны 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. Поэтому пропускаем первые два столбика. 1, 2 и в третий вяжем столбик с одним накидом. Далее в следующий вяжем столбик с одним накидом. И в последний перед арочкой вяжем столбик с одним накидом. То есть, смотрите, если мы вязали, сносили два столбика, сейчас мы снесли три столбика за пределы вот этой арочки нашей из двух воздушных петелек. А в эту арочку из двух воздушных петелек вяжем два столбика с накидом, две воздушные петли, два столбика с одним накидом. Сейчас мы свяжем с вами этот ряд и я вам расскажу закономерность, по какой мы будем увеличивать, либо уменьшать и так далее. Связали две воздушные петли, два столбика с одной стороны и с другой стороны. И точно так же сносим в первую петлю столбик, во вторую петлю с левой стороны столбик и в третью петлю с левой стороны столбик. Таким образом, мы с вами провязали те же пять столбиков, что и в предыдущем ряду, но при этом мы снесли три столбика на боковые стеночки от арочки и в арку мы связали по два столбика и между ними две воздушные петли. Воздушная петля между арочками. Теперь снова отсчитываем первая петля, вторая, в третью вяжем столбик с одним накидом. Первый, далее в следующую петлю второй столбик и в следующую петлю третий столбик. В арочку вяжем две воздушные петли и два столбика с накидом с одной стороны и с другой стороны. То есть фактически ничего не меняем. Даже если я говорю две воздушные петли и два столбика, то вы понимаете, что два столбика с одной стороны и с другой стороны и между ними две воздушные петли. То есть, как вы видите, увеличивается количество столбиков от арочки, которые постепенно равномерно распределяются на боковые стеночки. То есть, в арочку мы вяжем всегда либо два столбика, две воздушные петли, два столбика, либо три столбика, две воздушные петли, три столбика поочередно. Но при этом не увеличивается количество самой арочки, а расползается на боковые стеночки. И с левой стороны довязываем первую петлю столбик, вторую петлю столбик и третью петлю столбик. Честно говоря, я не знаю даже где эту схемку нашла, но я где-то ее увидела и вот не могу найти, чтобы вам показать именно в оригинале электронном виде, как эта схемка выглядит. Теперь делаем воздушную петлю между арочками и снова отсчитываем вторую, первую, вторую пропускаем петлю, а в третью вяжем столбик с одним накидом первый, в следующую петлю столбик с накидом второй и столбик с накидом третий. То есть фактически мы берем первые три петли от средней арочки и после нее первые три петли, а в арочку вяжем два столбика с накидом, две воздушные петли, два столбика с одним накидом сюда же. И близ при лежащие с левой стороны три петли вяжем по столбику с накидом в каждую из трех петель. Воздушная петля, переходим к следующей арочке. Снова с правой стороны берем первые от арочки три петли сверху, то есть если снизу отсчитывать, то это получается две петли в третью вяжем. То есть смотрите, снизу всегда будет две, а от арочки это самые первые петли. В арочку вяжем два столбика с накидом, две воздушные петли, два столбика с одним накидом сюда же. Один, два. И с левой стороны довязываем три столбика с одним накидом в каждую из первых петелек с левой стороны по столбику с накидом. Заканчиваем ряд воздушной петлей и в третью петлю подъема вяжем столбик с одним накидом. Так мы закончили очередной ряд. От начала это первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой ряд. То есть это восьмой ряд. Вы сможете с легкостью посчитать от начала. Вот она у вас первая арочка, далее вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. То есть восьмой ряд. Вот так вот увеличивается. Смотрите, теперь я вам немножечко расскажу о увеличении, которое будет происходить постоянно. Сначала у нас было по обе стеночки. По столбику, затем по два столбика, по три столбика. Увеличили до трех столбиков с каждой стороны в арочке. Между ними две воздушные петли всегда. Обратите внимание, всегда до самого конца, пока нашего вязания будет по две воздушные петли. Теперь мы, дойдя до трех столбиков с одним накидом с каждой стороны, постепенно будем откидывать в сторону, начиная с одного столбика. То есть мы в сторону откинули за пределы арочки, вблизь прилежащие петельки, по столбику с каждой стороны. Сюда связали в арочку три столбика, две воздушные петли. Далее в следующем ряду мы не увеличивали количество столбиков с каждой стороны. То есть как у нас было четыре столбика с каждой стороны, так и осталось. Но при этом мы откинули уже на боковые стеночки за пределы арочки уже два столбика, вблизь прилежащие две петли. В арочку мы вязали два столбика. Далее в следующем ряду мы откидываем два столбика, как и в предыдущем ряду, но увеличиваем количество столбиков, благодаря провязыванию в арочку. Три столбика, две воздушные петли, три столбика. Так и остались откинутые у нас по два столбика с каждой стороны вблизь прилежащие петельки. Теперь что мы будем делать? Мы откинем еще один столбик, то есть 3 будем вязать. Что мы и сделали, смотрите, 1, 2, 3. В арочку мы вязали 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика. То есть все правильно. 3 столбика откинули, 2 воздушные петли, между столбиками с одним накидом. С одной стороны двумя и с другой стороны двумя. Теперь в следующем ряду мы будем оставлять такими же откинутыми 3 столбика с каждой стороны, но при этом увеличивать количество столбиков благодаря провязыванию 3 столбиков с каждой стороны между ними 2 воздушные петли. То есть, смотрите, как бы фактически ничего абсолютно сложного. У нас будет чередоваться посередине в арочку всегда. Смотрите, сначала 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. То есть, чередовать будем увеличивать благодаря провязыванию 3 столбиков, 2 воздушные петли, 3 столбика всегда. То есть, смотрите, когда мы хотим увеличить, мы добавляем в серединку. Когда хотим откинуть, мы откидываем, уменьшая в середине, откидываем в стороны. То есть, обратите внимание, изначально было 3, по 3 с каждой стороны, затем по 4 откинули по одной, затем 4 откинули уже вторую, но при этом в серединке оставили по 2 столбика всего. То есть, как бы не добавляя общее количество, просто откинули, оставляя в серединке наименьшее. Затем мы оставили за пределами арочки те же 2 столбика, как и в предыдущем ряду, но при этом увеличили благодаря провязыванию в арочку еще по одному столбику, по третьему с каждой стороны. Затем, откидывая в стороны по этому столбику, которому добавили, мы в серединке оставляем наименьшее, то есть по 2 столбика, откидывая мы за пределы вот этот столбик, как бы добавленный в предыдущем ряду, мы уменьшаем количество в серединке, а в следующем ряду, когда мы хотим добавить, мы добавляем опять же в арочки, в следующем ряду отсеиваем с арочки в боковую, добавляем в арочки, отсеиваем с арочки, добавляем в арочки, отсеиваем с арочки. То есть с каждой стороны у нас добавляется по столбику, при этом мы отсеивая оставляем в серединке наименьшее число, для того, чтобы в следующем ряду добавить в эту же серединку и отсеять еще через ряд. Итак, я надеюсь, что было все понятно. Ну, по крайней мере, я максимально на это надеюсь. Если что, в комментариях оставляйте вопросы, я, если что, помогу. И обязательно, если я найду схемку, я оставлю ссылочку на эту схемку в описании, поэтому обратите внимание, если я все-таки ее нашла, то я ее оставлю. Вот. И таким образом мы должны увеличивать. Мы первый ряд связали столбики, далее второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. То есть у меня это по рисунку седьмой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все совпало. Три столбика, две воздушные петли между двумя столбиками в арочке. Вот они у нас. Поэтому нам еще нужно 1, 2, 3, 4, 4 ряда провязать до увеличения, до тех пор, пока у нас не будет по 7 столбиков, то есть 5 за пределами арочки, по 5 столбиков с каждой стороны и по 2 столбика с накидом, две воздушные петли между ними в арочке. То есть до 7 столбиков с каждой стороны от 2 воздушных петель. Не забывайте между арочками делать воздушные петли, для того, чтобы отделять их, чтобы получались вот такие вот замечательные дырочки, но при этом не скованные. То есть благодаря воздушной петле у нас идет вот такой вот как бы своего рода разделительный элемент. Вот так вот. То есть если не было бы воздушной петли, здесь было бы все так сковано и как бы стянуто. То вот эта воздушная петля дает свободу и отделяет вот эти вот расширения арочек. То есть фактически увеличив все, как я вам уже сказала, все ряды, мы должны получить вот такое вот колечко с расширением. То есть смотрите, я связала с вами первый ряд, затем второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Я довязала самостоятельно девятый ряд, десятый, одиннадцатый и двенадцатый. То есть вот так вот у нас должно получиться в итоге. И теперь, почему я вам говорила, что поделить нужно на четыре части. Если мы сложим вот так вот, как бы наш воротничок, будем его условно считать так, или кокеточку, как вам удобно говорить. Ровно посерединке сзади оставляем вот этот стык, который мы не соединяли. То есть видите, он у нас просто вот так вот приложен, но не связан в круг. Теперь нам, смотрите, нужно поделить общее количество. У меня двадцать четыре, я еще раз повторюсь, арочек. Вот этих вот, так сказать, условных веерочков, полосочек. У вас это может быть двадцать, может двадцать восемь. То есть делим на четыре. У меня это получается шесть. Мы должны оставить шесть арочек сзади. Вот они шесть. Шесть ровно посерединке спереди. Это наш перед. Хотите, можете булавочками отметить, либо маркерами, как вам удобно. И шесть у нас ушли на рукава. То есть смотрите, шесть с этой стороны и шесть с другой стороны. Вот эта ниточка моя рабочая. Вот они шесть. Вот это наш рукавчик. Из шести веерочков. То есть четвертая часть поделенная. С одной стороны, с другой стороны. И перед шесть. И сзади шесть. По три с каждой стороны. При этом у нас идет разделение. Вот оно. Что могу сказать? В принципе, кокеточка наша практически закончена. Нам осталось только сделать сзади планочки для пуговичек. То есть сделать основку манежек для пришивания пуговиц. И чтобы были застежки. И перед этим нам нужно обвязать рукавчики. То есть для того, чтобы бросить рукавчики, нам нужно их обработать. В принципе, можно было бы оставить и так. Но, честно говоря, мне кажется, вот эти вот дырочки посерединке, которые какие-то чувствуются, незавершенные они. То есть я хочу здесь убрать в следующем ряду дырочки. И как бы уже перейти к самому непосредственно вязанию. Вот здесь вот платежка. Бросим в рукавчики. То есть вот эти шесть орнаментов или шесть арочек будут бросаться. То есть вот это рукавчики, крылышки. И дальше пойдет наше платежко. Итак, приступаем. Я надеюсь, что вы уже связали и все у вас получилось. Приступаем к вязанию следующего ряда. И при этом уже будем обвязывать вот эти шесть орнаментов рукавчика. Закрываем, закрывая вот эти дырочки ровно посерединке. Мы закончили вязать двенадцатый ряд. Поэтому тринадцатый ряд мы начинаем вязать, как обычно. Три воздушные петли подъема и четвертая петля для рисуночка. И разворачиваем к себе лицевой стороной. Обратите внимание, что сейчас ряд тот, который нужно вязать именно с лицевой стороны. Почему? Потому что сейчас мы будем обвязывать рукавчики. И чтобы вам было более понятно, я немножечко расскажу по поводу своей глубины. Почему я остановилась именно на двенадцатом ряду. То есть вы можете остановиться и более ранее для тех, кто вяжет меньший размерчик. Вам главное, чтобы у вас вот здесь, где вы оставляли, допустим, это у вас пять орнаментов. Либо это семь, либо восемь. Ну, то есть, в принципе, любое количество, которое делилось на четыре при наборе вашей горловинки и вязании вот этих вот орнаментов, арочек. У вас должно вот здесь вот помещаться рукав. Ну, вот этот вот рукавчик шириной должен быть хорошо неплотно прилегающей ручки. То есть, так как это свободная моделька и для ребеночка очень важно, чтобы нигде не стесняло ручку, вот, то здесь должна помещаться ручка ребеночка, не стесняя движений. С одной стороны и с другой стороны. То есть, опять же, это может у вас быть больше ряда, может меньше, в зависимости от вашего вязания. Точно так же и по серединке. То есть, вот здесь вот, где вы оставляли для грудки четвертую часть, у меня это шесть орнаментов, у вас может быть пять, семь, шесть, восемь, ну и так далее. То есть, вы уже, я думаю, поняли, о чем я говорю. Вот именно для обхвата груди у вас здесь должно быть соответствие. Допустим, если у вас обхват груди 50 сантиметров, то полуобхват 25 сантиметров. То есть, у вас здесь должно быть не менее 25 сантиметров. Но при этом сейчас мы, довязывая очередной ряд, добавим где-то еще сантиметр. То есть, если у вас, к примеру, обхват груди у ребенка 50 сантиметров, а вы сделали полуобхват 24 с половиной, то мы сейчас эти полсантиметра довяжем. Если же мало, то вяжите еще расширение. Чередуя в серединке, то два столбика расширяя, на внешнюю, скажем так, сторону от арочки по столбику. Затем добавляете по три столбика в серединке. В общем, точно так же, как мы вязали по вот такой вот условной схемке. Вот, до не 12-го ряда, а можете к 13-го, 15-го и так далее. В принципе, если размер меньше, то, соответственно, вам, возможно, будет этого много. То есть, можете, допустим, не довязывать до 12-го ряда, а остановиться на 10-м, 11-м ряду. Я думаю, что этого будет достаточно. Опять же, все примеряйте, если есть возможность. Обязательно прикиньте ребеночку на голову. Но при этом здесь у нас еще не связана планочка, поэтому планочка где-то будет еще сантиметр точно добавлять вот здесь вот в обхвате. Поэтому вот здесь еще представьте, что будет где-то сантиметр планочки. Еще его учитывайте. Но при этом у вас все же, опять же, это свободная моделька, которая, возможно, будет на вырост. И если вы ее свяжете, к примеру, в начале лета, то, я думаю, до конца лета, несмотря на то, что ребеночек растет, она будет очень довольно-таки хорошенькой. А были такие случаи, которые вязались, допустим, в одно лето, а ребенок носил еще и на следующий сезон, то есть на следующее лето. Поэтому вы уже смотрите, как вам хочется и как вам удобно. Опять же, это экономия времени и сил. На следующий сезон еще можно поносить такую вещь, я считаю, очень даже хорошо. Вот. Поэтому сейчас мы приступаем к обвязыванию рукавов, но при этом вы уже смотрите, чтобы у вас хватило обхвата, вашего, так сказать, обхвата ручки и так далее. То есть смотрите, у меня по факту полуобхват там, где ручка, 12 сантиметров. То есть пройма моя по верхней части 12 сантиметров. А от начала вязания до самого нижнего уголочка сейчас составляет 12 сантиметров. Мне нужно 13. Поэтому при провязывании следующего ряда у меня как раз-таки сантиметр один ряд. Поэтому у меня сейчас этот сантиметр восполнится благодаря обвязыванию рукавчика. Вот. Поэтому в принципе мне достаточно. Вот вы рассчитываете на то, что у вас, допустим, в одном сантиметре один ряд, может быть полтора, а может быть и полряда. Вот вы рассчитываете на то, что вам нужно довязать до нужной вам проймы. То есть, к примеру, это вам нужно 14 сантиметров. Значит, вы бросаете на 13 сантиметрах, если у вас в ряду точно так же, как у меня сантиметр. Вот. Если же этого более чем достаточно, то в принципе можете там распустить один ряд и обвязывать рукавчик вместе со мной. Ну, то есть это уже зависит, опять же, от нужного вам размера. Здесь тоже это нужно учитывать. Итак, у меня сейчас 12 сантиметров, я обвязываю до 13 сантиметра в глубине проймочки. Но, обратите внимание, обвязываем на лицевой стороне. То есть, если вы повернете к себе вязание, для тех, кто отличает изнаночную лицевую сторону, это просто замечательно. Для тех, кто не отличает, обратите внимание, на лицевой стороне столбики у нас диагональный рисуночек, а на изнаночной стороне здесь вот такое вот, как цепочка своего рода. Вот. Нам нужно повернуть именно диагональным вязанием и обвязывать с лицевой стороны. Потому что, если вы обвяжете изнаночной стороной, и у вас будет изнаночная обвязка с лицевой стороны, то будут вот такие вот трубчики, как бы своего рода цепочки. Вот. То я считаю, что для изделия, пусть даже самый начинающий, должен понимать, что диагональные вот такие столбики красивее смотрятся с лицевой стороны, чем связанные цепочкой с изнаночной стороны. Итак. Делаем 4 воздушные петли подъема и начинаем вязать столбики. При этом мы закончили 12 ряд вязать 5 столбиков за пределами арочки. Поэтому мы отсчитываем 2 петельки и в третью вяжем первый столбик. Либо от арочки 5 столбик. То есть, как вам удобно. И вяжем первые 5 столбиков, начиная за пределами арочки. Мы закончили на 5 столбиках, поэтому я так и продолжаю. 5 столбиков. И в арочку вяжем уже прибавление. По 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика. 1 столбик, в арочку, второй столбик, в арочку, третий столбик, 2 воздушные петли. И сюда же возвращаемся, вяжем 3 столбика. За пределами арочки довязываем 5 столбиков. Как и с правой стороны, так и с левой. 1 столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый и пятый. При этом обратите внимание, что всегда у нас по обе стороны арочки. Когда мы начинаем обвязывать за пределами арочки, то у нас всегда пропускаются здесь 2 петли с правой стороны и здесь с левой стороны 2 петельки. То есть, всегда у нас бросалось по 2 петельки с обеих сторон. О чем я вам говорила в середине вязания, что вот они у нас такие вот уголочки открытые по 2 петельки с каждой стороны. Точно так же и здесь продолжается по 2 петельки. Итак, смотрите, сейчас вам главное определиться, сколько вы оставляли орнаментов на каждую из сторон. То есть, к примеру, у меня 24 на 4, это 6 орнаментов. У вас, если 5, 7, то вы уже в зависимости от этого считаете. Желательно, конечно же, как-то лучше бы, чтобы, в общем, я уже говорила это в начале. Лучше, чтобы четное количество было, опять же, вот исходя из того, что по 6. Для того, чтобы была застежка сзади ровно посерединке. То есть, вот эта планочка, застежечка ровно посерединке. Представьте, если у вас, допустим, сзади не 6, а 7, то у вас, соответственно, уже по диагонали будет, скажем так, пуговички располагаться. Поэтому это не совсем очень удобно и красиво. Вот старайтесь, чтобы максимально посерединке. Поэтому, если у вас нечетное количество, то готовьтесь на то, что у вас будет по диагонали застежка. Вот, итак, мы дошли до следующей арочки и арочку разделяем между собой воздушной петлей. У меня на спинке 6, поэтому, начиная от проймы, с каждой стороны у меня по 3 орнамента идет на заднюю часть, то есть на спинку. Поэтому 3 орнамента я безизменно вяжу по 5 столбиков, 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом, 5 столбиков с накидом за пределами арочки. То есть, смотрите, первый орнамент я уже связала, сейчас вяжу второй орнамент, третий столбик, четвертый и пятый. Далее, 3 столбика с 1 накидом вяжу, 1, 2, 3, 2 воздушные петли и сюда же возвращаюсь 1 столбик, второй столбик и третий столбик. Далее, за пределами арочки довязываю с левой стороны, 5 столбиков с 1 накидом, 1, 2, 3. 4 и 5. Далее, снова 2 воздушные петли и приступаем к третьей арочке. За пределами арочки вяжем, отступая 2 воздушные петли предыдущего ряда, 2 столбика, вяжем 5 столбиков с 1 накидом, подряд по столбику, с правой стороны. Далее, в арочке мы вяжем 3 столбика с 1 накидом, 2 воздушные петли, 1, 2, 3 столбика, 2 воздушные петли и также продолжаем 3 столбика и 5 столбиков с 1 накидом за пределами арочки. 1, 2, 3 и начинаем с первого столбика предыдущего ряда или с первой петельки от арочки вязать 5 столбиков. 3, 4, 5. 1 воздушная петля разделительная и теперь смотрите, я связала получается от планочки 3 орнамента и сейчас у меня подряд будет идти 6 орнаментов моего рукавчика, то есть вот он мой рукавчик. Поэтому сейчас я буду немножечко менять систему и вязать немножечко по-другому, закрывая вот эти вот дырочки посерединке. Поэтому, сделав воздушную петлю разделительную нашу между арочками, я, как обычно, приступаю, вяжу 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 за пределами арочки. То есть начинаю все как обычно, но в арочку я свяжу 5 столбиков с одним накидом просто, без воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И дальше, продолжая с левой стороны, вязать 5 столбиков за пределами арочки. Вяжу каждую петельку по столбику, близ прилежащие от арочки. 3, 4, и 5. У меня как раз остается 2 петельки до воздушной петли, то есть 2 столбика предыдущего ряда недовязанные, которые у нас остаются до и после. И дальше делаю воздушную петлю и приступаю к следующему орнаменту. Вяжу 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И снова, это второй орнамент рукавчика, поэтому я вяжу просто 5 столбиков с одним накидом, без разделительных воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И продолжаю с левой стороны вязать 5 столбиков, каждую петельку по столбику, близ прилежащие от арочки. 1 столбик, 2, 3, 4, и 5. Делаю воздушную петлю и смотрите, что у нас получается. Мы благодаря тому, что не делаем воздушных петелек, не разделяем по 3 столбика между ними, просто как бы обвязываем, для того, чтобы у нас получился закрытый красивый вид рукавчика. Так я буду делать 6 раз. То есть вязать по 5 орнаментов, которыми я закончила вязание предыдущего ряда. При этом я на вот этих обычных рядах, которые у нас на спинке и переде, я буду вязать с прибавлениями в серединке, то есть по 3 столбика с накидом между ними, 2 воздушные петли. А рукавчики 6 орнаментов с одной стороны и с другой стороны через перед 6 орнаментов. Я буду вязать вот такой вот обвязкой. То есть почему с лицевой стороны, повторюсь, потому что имеет лучший красивый такой вот диагональный вид, чем изнаночные столбики, то есть с изнаночной стороны. Вот. И приступаю точно так же, пропуская 2 петли под начало, начинаю вязать очередные 5 столбиков. Не забывайте между веерками или между арочками делать воздушные петли обязательно. Вид от этого, честно говоря, меняется кардинально. И получается такой вот как бы отделенный элемент, красивый. Вот. Связали 5 столбиков и в арочку вяжем 5 столбиков. 1, 2. Если что-то у вас не получается, не стесняйтесь распустить, чтобы у вас было красивое и ровное вязание. Не вытянутые какие-то там петли искореженные. Лучше вернитесь и справьте сразу, потому что потом вид имеет такой неаккуратный, честно говоря. Поэтому не ленитесь лишний раз распустить. Вот 5 столбиков связаны в арочку. И продолжаем с левой стороны вязать 5 столбиков за пределами арочки. 1, 2, 3, 4, 5. И 2 петли остаются у нас недовязанными. Воздушная петля. Приступаем к следующим 5 столбикам с правой стороны от арочки. 3, 4, 5. И в арочку точно так же вяжем 5 столбиков без воздушных петелек. Это у меня получается по счету 1, 2, 3, 4 орнамент с рукавчика. То есть мы делаем на этом орнаменте и еще на 2 орнаментах, закрывая просто по 5 столбиков провязываем, закрывая вот такие вот дырочки. Итак, вот я связала 6 рапортов веерочков рукавчика. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь у меня идет 6 подряд рапортов вот этих вот моих арочек веерочков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Где мы будем точно так же, как и первые на спинке 6 веерочков или арочек вязать с прибавлениями. То есть смотрите, если рукавчики мы обвязывали, они у нас при сложении получаются вот такие красивые завершенные. И чтобы наверняка, я вам сейчас скажу, сколько у меня высота проймы. Вот как я и хотела, 13 сантиметров ровно получается. Замечательно. Я надеюсь, что у вас тоже все получается. И мы начинаем обвязывать 6 орнаментов. Это перед, то есть первые 3, последние 3 это спинка, затем 6 и 6 рукавчики, и средние 6 это у нас перед. Перед мы делаем с прибавлениями, как и первые 3 орнамента, поэтому мы продолжаем вязать по 5 столбиков за пределами веерка. А веерок вяжем под 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. Я думаю, что повторяться уже здесь не стоит. Мы просто вяжем 5 столбиков, 3 столбика с накидом веерок, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом заканчиваем веерок. И приступаем к левой стороне, там где довязываем 5 столбиков в каждую петельку, близ прилежащую от арочки по столбику. Так вяжем мы 6 наших рапортов веерочков. И непосредственно не забываем, конечно же, делать между нашими рапортами веерочками вот такими вот арочками воздушную петлю. Теперь я связала 6 вот таких вот веерочков-арочек для переда. Если так условно посмотреть, то вы видите, что обвязанные вот такие вот гладкие, красивые, плавные веерочки, а те, которые у нас продолжают платиться, то они немного вот призаостренные посерединке. То есть благодаря воздушным петлям они немного призаостренные и имеют незавершенный такой вид. Теперь снова у нас, смотрите, 6 веерочков пойдет арочек 1, 2, 3, 4, 5, 6 на рукавчик второй, там где мы будем вязать арочку по 5 столбиков с одним накидом. И 3 вот такие вот рапорта арочек или веерочков мы завершим уже незавершенным вариантом. То есть там, где 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. То есть это у нас 3 уже рапорта относятся к спинке. 6 сейчас делаем с закругленным видом, то есть все то же самое, только в арочку мы вяжем 5 столбиков с накидом. 5 до арочки, 5 после арочки столбиков мы оставляем. И уже 3 спинки, как и перед, мы делаем с дырочками. В общем, заканчиваем ряд до конца. Я думаю, что здесь ничего сложного, ничего абсолютно нету. Поэтому заканчиваем этот ряд до конца и приступим к провязыванию планочки. Завершаем мы ряд, как обычно, воздушная петля и делаем накид. В третью петлю воздушного подъема делаем столбик с одним накидом. Точно так же все, как обычно. И что мы имеем? Смотрите, если мы сложим ровно посередине, сделаем вот такой вот наш, скажем, прямыми обратными рядами мы вязали и наш стык вот так вот ровно посерединке сзади, то у вас получается средние 6 вот таких вот рапортов арочек. Это спинка. Ровно так же посерединке, но спереди это перед. И завершенные у вас по краям 6 рапортов получается. Вот такие красивые, замечательные рукавчики. На мой взгляд, теперь они имеют вид такой завершенный. И вот они наши 6 рапортов переда уголочки. Перед и спинку мы продолжим с вами вязать, так как мы их специально не закончили. И они имеют такой вот сдельный тогда вид. А рукавчики мы уже будем, пожалуй, оставлять. Сейчас главное, хотите, можете какими-нибудь маркерами отметить, где у вас перед, где спинка, где рукавчики. Это по желанию. Хотите, можете просто ниточки. В принципе, здесь сильно роли не сыграет. Вы сможете уже увидеть, обвязанные и не обвязанные сильно отличаются края. Вот. И мы с вами продолжим во второй части, где будем делать петельки для пуговичек. В общем, обвязывать планочки и круговую наше вязание полностью связывать. То есть мы будем вязать уже после провязывания планочек, будем вязать по кругу. Поэтому до встречи во второй части.